Какая кафешка? Мне ресторан нужен. Посмотри на меня, какая картошка. Я молодая, красивая. Ну сколько ты в месяц тратишь, ладно? Тысяч сто. Так что зачем эти деньги нужны? У нас в деревне вообще деньги не надо. Чтобы съесть сибуек, мне нужно на сколько пахать на этот сибуек. Зимка, когда две юнки хяпнет... Набери, когда поднимешься. О. Мила, пьеветик. Садись, это я, пьевет. Офигеть, какая ты красивая. В смысле? А что за прикол? Почему прикол? Почему ты так выглядишь? А, в смысле? А что я плохо выгляжу? Ну, тачка у тебя нормальная. Не, я тебе сейчас расскажу, знаешь, давай это пристегнем ими сотик тебе, вот. Ну, чтобы это... Что ты, как дела? Нормально все? Ты такая красивая, капелка, мне все опровидуются. Не, я за тебе не рассказывал разве? Вот сейчас мы остановимся, поговорим, короче, с тобой. Смотри, я тебе сейчас все расскажу. А что не так-то? Ну, ты выглядишь вообще, у тебя нормальная тачка, а ты, ты мне говорил, ты богатый, у тебя деньги есть. Не, знаешь, почему я уже богатый, вот. Я заусылался на работу. Если честно, смотри, я сейчас рисую себе невесту, невесту. Ну, чтобы, ты же понимаешь, чтобы семейный разы, там, еду, кто смотрит, сидела, вот. Тачка не моя, я водителем работаю. В смысле, водителем? Ну, это не моя тачка, я просто на этой тачке водителем работаю. Нафиг ты, нафиг мне водитель, вот. Не, подожди, как это? А что здесь такого-то? Не, подожди, я не пойму. А почему водитель, это плохо разве? В смысле, ну... У меня же перспектива, это есть. Я же, может, под выкуп эту тачку возьму, я через 30-е ее выкуплю, будет на самосынке. Мне нужно сейчас, а не через 30 лет. Через 30 лет, и у меня все будет. Не, подожди. То есть, ты со мной познакомилась, зачем? Ну, я надеюсь, что у тебя деньги есть, ты красивый. Не, деньги-то у меня есть, а я что, не красивый? Я красивый, зы. А что тебе не понравилось? Тебе сапка не нравится? Ты водитель, в смысле, ты водитель. Даже тачка не твоя. Не, подожди, у меня копейка-то есть, машина 76-го года. Копейка. У нее просто саловые сломались. Один назад я подзаработаю, короче, вот, и отремонтирую, и все. Нет, вот эта машина хорошая, тебе нравится? Нравится, конечно, но это же не твоя машина. Ну, а зачем тебе, сон, должна быть моя? Да. Я за девушку еще сел, а не машина. Причем здесь машина-то? Машину можно, ебурю, купить. Хочешь, я на копейке крысу съезу, то забудет кабриолет. Нет, я хотела кабриолет. Нет, так мы там крысу-то съезем, натянем миски белые, знаешь, бьешь мусорные миски, срываюсь в резинтовую крысу, вот, покажем черный цвет, тот же самый кабриолет будет. У меня скоро зарплата будет бойца. Сейчас мне платят 15 тысяч рублей, скоро будет 20. А где, где твои миллионы? Нет, так это в будущем, это планы. Нет, больше мне не надо, мне нужно сейчас. Нет, если честно, я был раньше богатый, богатый, вот, у меня был бизнес. Вот, я, короче, курей на экспорт отпуял, у меня бройеры были бойцы такие, вот. Я отпуял на экспорт, короче, в Новую Зеландию, вот. А мне оттуда эти яйца столусины присылали, короче, в Австралии. Вот, я старался вылачивать, потом старался затоптать, короче, всех кул, короче, и все, я обанкротился, денег больше нет. Нет, ну в смысле, я молодая, красивая, мне нужен мужчина, который сможет меня обеспечивать. Сколько ты тратишь, мне интересно? Много. Тебе вот, тебе столько не осилить. Ну, сколько ты в месяц тратишь, ладно? Тысяч 100. Сколько? Мне кажется, мне кажется, у даже Мэл в моей деревне столько не тратит, 100 тысяч в месяц. Знаешь, что я из холодовки? Ты поедешь со мной в холодовку? Нет. А куда ты тратишь 100 тысяч, мне интересно? Ну как, на ресницы, на ногти, на брови. Что, 100 тысяч рублей? Да, на одежду. Ты что, каждый день брови себе к ей стоит? Хорошо, сколько твоя курска стоит? 15. 15 тысяч? Вот и гонишь, вон у нас секонд-хенд, завези рубаски по 35 рублей, ты со. Там и курска такая есть, 800 рублей стоит. И что, типа Астаны дорогие у тебя? Дорогие. Сколько стоит? 30. Да ну нафиг. 30 тысяч рублей? Астаны, короче, у нас Зинка есть, там баба одна, Зинка. Вот если хочешь, она тебе будет Станы давать до нас. Нет. Астана не очень. Астана растет, короче, вот. Нет. То есть всем девушкам богатые нужны? Ну а как? Все бы обеспечивал. А, а любовь? Любовь, конечно, тоже, но деньги-то тоже нужны. Нет, ну так мы же можем брать, вот я вот сейчас человек пошел кусать, просто его отвез, вот я пока сразу к тебе и приехал. Мы же можем брать, кататься эту машинку. Нет, я так не хочу. Мне нужна нормальная машина сразу. Ну какая тебе нужна машина сразу? Ну вот, нормальная машина. То есть Камара тебе нравится? Да. Если бы это была моя машина, она сейчас уехает с тобой? Да. Слушай, а что делать? Ну тать-ка не моя. Ну значит все. Слушай, у нас продолжения не будет никакого? Типа ты уйдешь? Да. А кем должен мужчина работать, собственно, нормально, я себя чувствовал нормально? Ну, каким-нибудь, не знаю, там, в офисе каким-нибудь главным, чтобы зарабатывал нормально. А сколько должен мужчина зарабатывать? Ну, в месяц 1500. Сколько? Полмиллиона? Да. Мой дед, мой дед, короче, говорит, что самое главное зарабатывать 5000 рублей. 1000 на самогонку, 1000 на пиро, скикал, вот и 3000 на баб. Все, затем бойсы. Я тебе говорю, я 15 зарабатываю. 15-ку. Нет, мне такое не нужно. Нет, ну ты же зато заработать будешь? Нет. В смысле нет? Я никогда не работала и работать не буду, поэтому еще себя обеспечить мужчину, чтобы меня обеспечивали. То есть, подожди, ты хотела со мной познакомиться, чтобы вот кататься на машинке, ничего не делать, чтобы я работал, покупал тебе ясницы, кутки по 30000 рублей и все? Ну, конечно. Нет, подожди, как так-то? Я думал, что ты устроишься у нас на кирпичный завод в кирпичи там оно делать. Нет, 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 это не для меня. Хорошо, а если бы я реально был богатый, что бы ты мне давала взамен? Свою любовь. И все? А что ты еще хотела? Зинка, когда дверюнки хяпнет, хяпнет, вот она мне свою любовь на сеновале отдает, вот это отдает. А вот это, что я буду полмиллиона отдавать взамен, ты что, за полмиллиона Зинка? Зинка у нас все хочет сделать за полмиллиона. То есть, ты хочешь сказать, что у нас еще ничего не получится? Нет. Дед сказал, что Фиги отписывает, когда я жену приведу. Мы сможем, чтобы Фиги подать, вот тебе бабки будут. Нет, мне так не нужно. Почему Фиги 35 тысяч стоит них и на себе? Гуйнем-то гуйнем, подчиним саловые в массы, не начнем таксовать бабок заработаем. Нет, спасибо. Хочешь, поехали в кафешку заедем. Да какая кафешка мне ресторан нужен? Нет, подожди, так мы чебуреком холоднем. Нет, нет, чебуреки не нужны. Поехали в ресторан. У тебя деньги есть? У тебя должны быть. Нет, у меня там 70 рублей-то есть. Нет, такого не надо. Я думаю, ты еще не ступи, но чебурек не добавишь. Зачем ты меня вообще сюда позвал? Нет, подожди, я тебя зачем позвал? Ты же сама сказала, давай встретимся. Так, у тебя красивая машина, дорогая. Ну, машина холоса, вот она. Но она не моя. Ну, не твоя, значит все. Нет, подожди. Я одного не пойму. Вот смотри, мы с тобой встретились. Ну, и что, я приехал на этой машине. Какая разница, моя или не моя машина? Мы же можем пойти погулять, потусить нормально и все. Нет, нужна, чтобы была твоя машина. Как это так? Ну, у меня копейка есть, я тебе говорю, в 700 года. Я вообще хотел серьезные отношения, понимаешь? Ну, так серьезные отношения и нужны деньги. Так что, зачем эти деньги нужны? Вообще у нас в деревне вообще деньги не надо. Кукуруза на боях растет, виноград растет, колтерский надел, говорит, можно, кирпичи можно наворовать у соседей. Ну, как, рестораны, там, не знаю, магазины, дорогие. Какие дорогие магазины? У нас в Сильпо один магазин, эти вот 35 лубей у Баска. Зачем тебе дорогие магазины? Нет. Ты понимаешь, ты в городе завез, ты засмотришь, что здесь все, о, задеваются. А ты заедешь деревню, там все в колодцах ходят. И тебе не захочется покупать красивые станы. Ну, какой черт мне твоя деревня? Я хочу на Бали, на, не знаю, там, Москву. Куда? На Бали? Да. Это что такое? Это люди там, блин, богатые. Зачем тебе богатые люди? Я тебе говорю, он у нас деревня, все бедные. Зачем тебе богатые? Картошка есть, все, будут, ты картошку создать умеешь? Кого удоить? Какая картошка? Ну-ка, понесем, 32 гектара всего картошки. Какая картошка? Ты посмотри на меня, какая картошка? То есть, ты хочешь, чтобы я приходил, просто так, а она дорогая, полмиллиона я тебе принес? Нет, что, серьезно? Да. Такое поступание тебе не нужен? Нет. Я искала себя обеспеченного мужчину. А если у меня перспектива будет? Какой черт мне твоя перспектива? Тебе сейчас прям надо? Да. Нет, ну сейчас, сейчас точно нету ничего у меня, подожди, что у меня есть? Ничего у меня нету, в конце. Ну реально ничего, я прям вот, видишь, я вот прям спью, массы не здесь, потому что мне надо зыть негде. Я от тебя сюда приехал. Да, все, я, наверное, пойду уже, все. Нет, подожди, а он видит, что там конфеты есть? Нет, нет, все, 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 я, все, до свидания. Нет, а конфеты? Не нужна мне ваша конфета, спасибо. Нет, подожди. Ты что, явно уходит? Да, все. Подожди, знаешь, что я тебе хочу сказать? У меня одна, послушай внимательно делать. У меня была одна девчонка, я тогда был бедный, копейки у меня не было. Я ходил-ка у всех одних колоссах, ходил-ка, ходил по деревне, копал колтоску, а потом я копейку купил, так она началась и локти кусать, а я уже хьера тебе, я с другой буду. Вот я куплю себе такую тачку, ты будешь заедть потом. Вот я тебе серьезно говорю. Я думала, у нас ресторан, там поедем в ресторан, а не в кафешку есть чебуреки. Нет, подожди, а что чебурек это плохо? Это... Чтобы съесть чебурек, мне нужно, знаешь, сколько пахать на этот чебурек? Я тебе говорю, я сейчас кредит возьму на деда, вот на всем, конечно, дадут, там 78, вот, под фигей. Может быть мы купим этот, кузов от этой тачки, начнем потихоньку собирать? Нет, нет, все. Ты меня пыталась, короче, типа богатого найти? Да ты меня обманул. Я тебя обманул? Я думала, у тебя нормальная тачка, деньги есть, дом хороший. Так, а со фигей в холодовке, это тебе не дом? Нет. Как нет? У нас 800 человек живет, бойца деревни, скоро разрастется она. У вас сколько в городе? Дом на двоих, они вот 800 человек. Нет, у нас здесь комната одна, мы с дедом вдвоем живем, втроем тебе будем здесь. Тем более одна комната. Нам нужен двухэтажный, трехэтажный дом большой. Ну, забудет, ты забыл, кипячей на волос на воде. Нет, не нужно. Все, давай, пока. Нет, ты что, Яйна уходит? Да, все, давай. Я больше тебе звонить не буду тогда. Ну, ты там набери, когда это... Я, Яйна сейчас уеду, будет заедь потом. Набери, когда поднимешься. Я, Яйна сейчас уеду, я уезжаю. Сейчас я признаюсь, ребятки. Ты реально поверен? Да. Это реально твоя тачка? Моя, моя тачка. Серьезно, я сейчас покажу свой канал, я разыгрываю всегда так девчонок. Я разыгрываю всегда так девчонок. Блин, ну ты меня, конечно, разыграл. Что, реально тачка твоя? Да, моя, моя тачка, серьезно. Я не водитель, я тебе серьезно говорю. Может, покатаемся? Да, покатаемся, конечно. Я сейчас в одно место съезжу, наберу тебе покатаемся. Все, хорошо. Разыграл ты меня, конечно, да. Да? Ты повеселилась бы? А у тебя не было таких свиданий, расскажи? Нет, не было, если честно. Смотри, вот видишь, регистратор висит? Вот, я тебя снимал, то есть разыгрывал. Ты не против все видео в YouTube добавить? Нет, нет, конечно, не против. Не против? Ну что, друзья, вот такой вот видосик получился, а мы с Мирой поедем кататься. И вторая серия будет на Сахар ТВ Live. Ссылочка в описании. С вами был Сахар ТВ. До новых встреч, пока. Всех обнял, поцеловал. До свидания.